В этот день 14 марта 1044 года в Новгороде началось строительство Детинца, крепости Кремля в центре города. На савийской стороне, тотчас по переходе через Волховский в мост, находится Детинец, обнесенное стеной место, где стоял соборный храм Святой Софии. Так коротко описывал самый центр Великого Новгорода историк Крючевский – сердце Вечевой Республики, центр самой большой русской земли. Средоточив его общественной, политической и духовной жизни, здесь располагался Софийский собор. На площади перед ним собиралась Новгородская Вечия, в алтаре храма архиепископ хранил эталоны мер и весов, а для представителей Новгородской знати это был еще и Некрополь. Согласно летописи, заложил Детинец, укрепленную часть города, ныне канонизированный князь Владимир, сын святого Ярослава Мудрого. Согласно некоторым преданиям, подобно своему деду, своему тезке, он брал приступом Херсонес Корсунь – успешный и деятельный правитель. Но стены были первоначально из дуба, а в камень их начали одевать местные архиепископы. Сообщение за 1331 год. Того же лета заложил владыка Василий город Камен от святого Владимира до святой Богородицы, а от Богородицы до Бориса и Глеба. И позже. Город Каменный по ставе, по спешениями божьими, в два лета. Забота духовной власти о стенах неудивительна. Архиепископ имел в Новгороде совершенно особый статус. Фактически первое лицо города. Чаще важнее князя. Да и главная улица Детинца неслучайно называлась Бескупля, епископская. Следующая важная веха правления великого князя Ивана Третьего. Он построил Кремль в Москве, каким мы его знаем. Он же в 1490 году заложил современную форму стен для Новгорода. И он же фактически присоединил древнюю вечевую республику к Москве. 14 марта 1730 года недавно взошедшая на престол императрица Анна Юановна утвердила герб Санкт-Петербурга. 14 марта 1899 года открылась железнодорожная ветка Перм-Котлас, соединившая северо-запад России с Уралом. Для гигантской России транспортный вопрос всегда стоял остро. В середине 19 века для таких просторов нашли решение – железные дороги. Они помогли в первую очередь торговле. Например, Хлебная Вятская губерния вынуждена была продавать весь свой хлеб через Северные моря. Это был самый простой путь в Европу. Но для этого сначала нужно довести урожай до Северной Двины, к Архангельску. С учетом русских дорог дело было непростое, поэтому вятские купцы долго просили государства помочь с прокладкой железной дороги. Петербург отказывал, но в 1895 году интересы совпали. Император Николай II подписал указ о строительстве ветки Перм-Вятка-Котлас. Финальная точка была как раз на берегу Северной Двины. Сооружение железной дороги тоже не самое простое дело. Приходилось прорубать леса, строить мосты, осушать болота. Занимались все этой тяжелой работой простые крестьяне. Но и награда была стоящей. На одну зарплату рабочих было выделено до 400 тысяч рублей. Огромный бюджет. Выиграл от стройки весь регион. Северные районы связали с остальной Россией. А Вятский и Сибирский хлеб нашел свой путь в Европу. 14 марта 1920 года началось строительство Шуховской, Шабловской башни. 14 марта 1903 года организовано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролет». Эта акционерная кампания была призвана создать из Советской России авиационную державу. 14 марта 1944 года закончилась партизанская операция Великой Отечественной «Ковельский узел». В начале войны большая часть территории СССР подпала под контроль нацистов. Но эти земли не сдались. На них во множестве создавались партизанские отряды. Это миф, что партизаны – это только лишь хаотическое низовое сопротивление оккупантам. Партизан объединяли в армии, были у них даже собственные большие операции. Одной из них стала битва за Ковельский узел. Ковель – город Украины, важнейший железнодорожный пункт. Через него шли поезда немцев. Ответственным за операцию стал Алексей Федоров, инженер-путеец, который с началом войны проявил себя как выдающийся организатор партизанского движения. Уже к марту 1942 года на счету отряда Федорова были тысячи немцев, подорванные мосты и пущенные под откосы поезда. Ковельский узел – главное дело его у воинов. За восемь месяцев партизаны подорвали 549 немецких железнодорожных составов. Из-за этого неприятель не досчитался горбы и припасов, горючего техники и подкреплений. За такие военные подвиги Алексей Федоров стал одним из немногих партизан, которым еще во время Великой Отечественной присвоили звание Героя Советского Союза. 14 марта 1990 года из Конституции СССР исключена шестая статья, утверждавшая руководящую роль КПСС в стране. Таким был этот день 14 марта.